Глава Ингушетии провел рабочее совещание о подготовке к проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований региона 10 сентября. Обсудили состояние партийной системы республики, общественно-политическую ситуацию, а также планы совместной работы на текущий год. Председатель избирательной комиссии Мусаевлоев доложил, что подготовка к выборам в республике уже активно идет, формируются необходимые условия для всех категорий избирателей. Глава Ингушетии уделил большое внимание оборудованию помещений для голосования и созданию необходимых условий как для избирателей, так и для работников избирательных участков. Выборы должны пройти на высоком во всех отношениях уровне. Подготовьте для утверждения комплексный план организационно-технических мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, подчеркнул глава. Выборы состоятся во всех практически муниципальных образованиях, то есть исключением одного села. Это село Бейни, где функции представительного органа осуществляет вход граждан. Определение помещений для голосования так, чтобы обеспечить максимальную доступность и удобство для избирателей. Это мы во взаимодействии с главным муниципальным образованием и работой, которую мы осуществляем в постоянном режиме. По состоянию 1 января у нас было 137 избирательных участков, но во взаимодействии с территориальными комиссиями главы местных администраций образовали новые участки. У нас это Назрановский район, Сунический район и город Назранов. В общей сложности дополнительно образовано 5 избирательных участков. Подлежит распределению у нас 476 депутатских мандатов, больших, крупных у нас населенных пунктов, кроме городов, я имею в виду 5 городов, Магаз, Каргулат, Назранов, Волгодек, Суджа, плюс еще 70 сельских поселений крупных. Здесь выборы будут проходить по полностью пропорциональной системе и будет распределен 205 мандатов. В остальных 20 сельских поселениях выборы будут проходить по мажоритарной системе, это многомандатные избирательные округа. Здесь будет избран 271 депутат. Каждый должен участвовать в выборах, то есть участие в подготовке и проведении выборов по этой части. Мы, специально парламента, постоянно работаем и руководители администрации в этой части. Значит, понятна дорожная карта, как мы к этому будем идти. В этих непростое, сложное время сегодня у нас в целом мы должны понимать ответственность. Популизмом здесь заниматься никому не позволено и не надо этого делать. Мы государевы люди, мы должны думать предметно о полезности того или иного депутата в райсовете, или в горсовете, в представительных органах, в муниципальных сельских поселениях и особенно главы сельских поселений. И сегодня мы должны понимать, особенно главы районов городов, ту ответственность, которая ложится на вас, чтобы вы потом не говорили, что взаимодействовать нужно с горсоветом, райсоветом серьезно.